Друзья, напоминаю о том, что на канале до 31 марта мы разыгрываем 1 месяц тильда персонал среди наших подписчиков. Подробности читайте в описании к этому видео. Приветствую вас в школе навыков Кайзен, друзья. Предлагаю вашему вниманию подборку из трех вариантов нестандартных переходов между блоками на тильде. Посмотрите видео до конца, чтобы не пропустить самое важное. Первый переход покажу на примере обложки и одного любого блока. Итак, выбираем первый блок. Я буду использовать черные фильтры. Непрозрачность в начале оставляю без изменений, а вот в конце выбираю 100%. Если в каких-то блоках нельзя сделать фильтр в настройках, то конвертируйте их в зеро-блоки или же создавайте зеро-блок с нуля. Основой для перехода будет зеро-блок, поэтому добавляем его. Я сделаю высоту блока поменьше, так как здесь у меня будет только заголовок. Добавляю текст, делаю его белым, так как цвет фона будет черным. Если вы сделали фильтры в первом блоке другого цвета, например красного, то и фон в этом блоке тоже должен быть красным. Теперь добавляем третий блок. Здесь нет возможности сразу включить фильтры, поэтому я его трансформирую в зеро-блок. Фон сделаю темнее. Начальный фильтр сделаю черным и стопроцентным. Для конечного тоже сдаю черный цвет, но выбираю уже 0%. Теперь остается перекрасить весь текст в белый цвет. Сохраняем и публикуем страницу. Получаем грандинетный переход. Идем дальше. Прозрачный переход со стрелками и с изображением на фоне. Выбираем обложку или создаем зеро-блок и загружаем в него свой фон. Я буду использовать первый вариант. Фильтры можно либо убрать вообще, либо сделать их светлее. Находим оверфлоу и выбираем визибл. Высоту блока делаем чуть больше, а контент поднимаем чуть выше. Находим пункт Behaviour и выбираем Fixed. Теперь перейдем в фигму и нарисуем сам переход. Я добавлю два одинаковых шейпа в качестве некой линейки, чтобы переход получился ровный. Выбираю инструмент и начинаю рисовать переход. Соединяю конечную точку с начальной и нажимаю Enter. Сверху нажимаю на первую кнопку, чтобы сделать стрелки. Зажимаю среднюю точку и просто тяну ее вниз. То же самое делаю с нижней точкой. Снова нажимаю Enter. Переход мы нарисовали. Теперь я сделаю его слегка прозрачным сверху и до середины, а снизу будет сплошной цвет. Для этого нажимаем Fill, нажимаем на квадратик с цветом, выбираем лайнер. Начальный цвет делаем белым и прозрачным на 80%. Конечный, белый и полностью не прозрачный. Теперь опускаем верхнюю точку примерно до середины, чтобы получить градиент. Выбираем черные границы и сохраняем в формате SVG. Этот файл вы также найдете по ссылке в описании. В дальнейшем его можно видоизменять в любом редакторе, которым вы пользуетесь. Возвращаемся в ZeroBlock и добавляем сюда наш переход. Длину делаем 100%. Нажимаем плюс контейнер. Выбираем Windows контейнер. В первом поле выбираем центр, во втором – bottom. Опускаем саму стрелку за границей блока вот таким образом. В итоге получаем два блока в одном. Ну и здесь добавим контент для вида. Сохраняем и выходим из ZeroBlock. Добавляем следующий блок и меняем цвет фона на более темный. Публикуем страницу. Получаем вот такой интересный переход. Следующий переход с вашими любимыми волнами. Допустим, у вас есть два блока с одинаковым фоном, и вы хотите между ними разместить более интересный блок. Для этого добавляем ZeroBlock. Делаем его побольше. Далее находим Overflow и выбираем значение Visible. Теперь добавляем HTML элемент. Длину делаем стопроцентную, а высоту 80%. Нажимаем плюс контейнер, window контейнер и располагаем элемент строго по центру блока. Следующим шагом копируем в HTML элемент код и ссылки в описании. Сохраняем и закрываем. В пределах HTML элемента вы можете добавлять любой контент. Выходим из ZeroBlock и публикуем страницу. Я думаю, вы согласитесь, что выглядит это очень круто. Переход полностью адаптивный, поэтому на мобильных он отображается очень хорошо. Вам нужно будет адаптировать только контент, который вы добавите сами. Ну и в коде у нас есть возможность изменить цвета верхних волн, нижних волн и цвет основного фона. Спасибо за просмотр, друзья. Не пропустите также другие наши обучающие видео, которые могут быть для вас полезны. Этим вы окажете большую поддержку нашему каналу и замотивируете нас делать еще более интересные видео уроки. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok